Дань традиции. В 37-й раз в Пальхском районе прошел лыжный пробег на родину Героя Советского Союза, генерала армии Александра Горбатова. Старт мероприятию дал военный оркестр, который сопровождал участников к месту старта. Интерес к этому спортивному и патриотическому мероприятию растет год от года. В нем участвует команда образовательных учреждений, общественных организаций и предприятий. На этот раз на старт вышли более 250 человек, в том числе и военнослужащие 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Его имя очень дорого для всех полишан. И мы с вами вместе должны помнить Александра Васильевича и его подвиги. Потому что Александр Васильевич очень много сделал и для военно-десантных войск. Он по сути является сегодня отцом этого современного вида вооружений. Протяженность маршрута 14 километров. Начинают участники в Палихе, финишируют в деревне Клетино. Хотя этот лыжный пробег традиционный, каждый раз организаторы придумывают что-то новое. На этот раз был учрежден кубок Николая Бекасова. Он был военкомом, был первооткрывателем лыжного пробега. Лыжный пробег очень популярен. К нам приезжают не только полишане, здесь Клетино встречают, сюда приезжают из Иванова команды, из Комсомольска, из Вичуга, из Вичуги, из Шуи. По традиции в программе торжеств посещение музея, который носит имя Александра Горбатова. Он родился в Палихском районе, в большой крестьянской семье. И хотя у Горбатова не было высшего военного образования, это не помешало стать ему героем Советского Союза. Человек он был твердого характера, был целеустремленный. Он через всю свою жизнь пронес давшим еще мальчишкой за рук не сквернословить и никогда не пить. И он прошел с этими обещаниями через всю жизнь, что какие бы тяготы жизни у него не были. И выпил он только бокал шампанского в этот день победы в Берлине. Кроме того, в этот день участники лыжного пробега смогли пострелять из пневматической винтовки, отведать солдатской каши. Завершился пробег митингом памяти у бюста Александра Горбатова. Любовь Почерникова, РТВ Иванова.